День Героев Хочется вспомнить наших земляков-фронтовиков, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. К сожалению, не всех, поскольку это достаточно проблематично, учитывая их общее количество – около восьми десятков человек. Отдавая дань уважения им всем, хотелось бы остановиться на нескольких. Звание Героя Советского Союза являлось в СССР высшей степенью отличия за совершение подвига. Удостоенному его человеку вручалась медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Допускалось повторное и более награждение. За всю историю существования звания им были отмечены почти 13 тысяч человек. Подавляющее большинство из них, более 90%, получили свои «золотые звезды» в годы Великой Отечественной войны. Среди них, как уже говорилось выше, значатся и фамилии наших земляков. В армейской семье северян-героев присутствуют представители всех родов войск. Пять летчиков, около 50 – пехотинцев и саперов, 11 – артиллеристов, 5 – танкистов, 9 – моряков. Двум десяткам представителей Архангельской области это звание было присвоено посмертно. Из тех же, кто выстоял и выжил в страшную годину, не все связали свою дальнейшую жизнь с Поморьем. Некоторые поменяли прописку, обосновались в Москве, Киеве, Минске, Харькове, Тамбове и других городах Союза. Самым первым уроженцем нашего края, удостоенным золотой звезды в период Великой Отечественной войны, стал Василий Иванович Щелкунов. Высокую награду он получил за легендарную бомбардировку Берлина в августе 1941 года. Василий Иванович Щелкунов родился 11 января 1910 года в деревне Прислан-Большой, ныне Котласского района Архангельской области, в крестьянской семье. С 18 лет связал свою жизнь с армией, прошел обучение в Ленинградской военно-теоретической школе летчиков, окончил курсы усовершенствования командного состава. Участник Великой Отечественной с первых ее дней служил в должности заместителя командира дальнебомбардировочного авиационного полка. В дальнейшем командовал авиационной дивизией. В августе 1941 года майор Щелкунов во главе группы бомбардировщиков совершил четыре успешных налета на столицу фашистской Германии. Бомбардировки Берлина стали блестящей моральной победой, доказавшей, что даже в разгар отступления можно бить врага в его же логове. Всю войну Василий Иванович прослужил в авиации. В мирное время он окончил Академию Генштаба, находился на различных руководящих должностях в подразделениях советских ВВС. После выхода в отставку в звании генерал-майора авиации поселился в Тамбове. Умер 28 октября 1974 года. В честь Василия Щелкунова его именем названы Удинская средняя школа в Котласском районе и улица в Великом Устюге, Вологодская область. А в Тамбове в память о нем установлена мемориальная доска. Единственным дважды героем Советского Союза, представлявшим Архангельскую область, был контр-адмирал Александр Осипович Шабалин. Появился на свет будущий герой 4 ноября 1914 года в деревне Онежского района. Окончил неполную среднюю школу, поступил на службу в военно-морской флот, участник Советско-финской войны. В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года командир торпедного катера капитан-лейтенант Шабалин к началу 1944 года потопил подводную лодку, 4 транспорта и 2 сторожевых корабля противника. Первую золотую звезду он получил 22 февраля 1944 года за высокое воинское мастерство при двукратном прорыве с группой торпедных катеров в порт Финляндии. И успешную высадку десанта командир отряда катеров Александр Шабалин стал героем Советского Союза во второй раз. После окончания Великой Отечественной войны Александр Осипович работал заместителем начальника штаба Северного флота, затем ушел на преподавательскую работу. С 1969 по 1975 годы он являлся заместителем начальника военно-морского училища имени Фрунзе в Ленинграде. Скончался контр-адмирал Шабалин в городе Наневе 16 января 1982 года. На его малой родине, в Онеге, ему как дважды герою СССР был установлен прижизненный бронзовый бюст. В Архангельске в его честь названа улица. 20-летний колхозник Александр Торцев был призван в армию еще до войны в 1940 году. В боевых действиях принял участие сразу же после нападения Германии на СССР. Воевал на Карельском фронте, являлся заместителем командира роты стрелкового полка. В бою за безымянную высоту он во главе группы зашел в тыл противника, открыв по нему огонь из пулеметов и автоматов. Оставшись единственным выжившим, продолжал в одиночку биться с врагом. Расстреляв все патроны, Торцев пустил в ход гранаты. Он пал смертью храбрых, но так и остался непобежденным. Последний приют герой обрел в братской могиле на 81-м километре дороги Мурманск-Печенега. В честь Александра Торцева названы улицы в Северодвинске и Мурманске, школа в Мизене и в Мурманский дом детского творчества. Его бюсты установлены в городе Корабелов и родном селе Жерть. В Североморске Мурманская область Торцеву поставлен памятник. Анатолий Сергеевич Синников не был северяниным по рождению и стал им уже по окончании войны. Он родился 21 июня 1915 года на территории современной Ленинградской области в семье служащего. Окончил Костромской техникум водного транспорта леса. Работал в лес промхозов Карелии на фронте с июля 1942 года. В ночь на 26 сентября 1943 года командир роты стрелкового полка старшина Синников первым в полку со своей ротой переправился через Днепр и повел бойцов на штурм высоты. Захватив ее, рота Синникова несколько часов подряд отбивала контратаки врага. Командир лично уничтожил пулеметную точку немцев и порядка десяти гитлеровцев. Будучи ранен, он не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 3 июня 1944 года. В том же году Синникова мобилизовали. Окончив Архангельский лесотехнический институт, он остался жить в Поморье. Работал преподавателем в Алти, защитил кандидатскую диссертацию. В 1965 по 1980 годы возглавлял Архангельские нии леса и лесохимии. Дожив до глубокой старости, Анатолий Сергеевич оставался последним в регионе здравствующим героем Советского Союза. Умер 22 августа 2005 года в Архангельске. Похоронен на Вологодском кладбище областного центра. Естественно, наш край дал еще немало достойнейших солдат Победы, ставших кавалерами Золотой Звезды. Фамилии некоторых из них на слуху у каждого горожанина, поскольку их носят улицы Архангельска. Адмирал Николай Кузнецов, Прокопий Галушин, Павел Усов, Николай Мусинский, Петр Норицын – все они увековечены на карте города. Здесь немало мемориальных досок в честь других героев Советского Союза. А это значит, что их подвиги живут в нашей памяти и будут продолжать жить в памяти следующих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok